С начала текущего года все страховые компании обязали выдавать полисы ОСАГО в электронном виде. Для этого автовладелец должен ввести на сайте страховщика информацию о себе и транспортном средстве, нести страховую премию и распечатать электронную версию документа. Злоумышленники же, воспользовавшись нововведением, начали создавать сайты-двойники известных страховых компаний. Граждане, не замечая подвоха, не только предоставляют мошенникам свои персональные данные, но и перечисляют на счета крупные суммы от 5 до 10 тысяч рублей. Адрес сайта может отличаться от сайта настоящей страховой компании на один или несколько символов. Так, например, стоит насторожиться, если адрес сайта компании заканчивается на ком, веб-сайт или онлайн. Внимательно проверяйте адрес сайта в адресной строке интернет-браузера. В противном случае вы рискуете стать жертвой мошенников и получить поддельный полис. На сегодняшний день в сети таких сайтов-подделок несколько сотен. В нашем регионе в полицию регулярно обращаются жертвы интернет-мошенников. Вице-председатель Ивановского движения автомобилистов Александр Касьяненко видит проблему в том, что страховщики не заинтересованы в новых клиентах по полисам ОСАГО. Из-за большого объема страховых выплат работать на территории Ивановской области становится невыгодно, и компании всячески пытаются снять с себя обязательства по продаже полисов автогражданки. Мы, скажем так, когда заходим и регистрируемся на сайте страховщика самого, мы доходим до определенного шага, и мы не, скажем так, не проходим следующий этап тогда, когда нам необходимо, чтобы оплатить данный полис и его получить в электронном виде, чтобы его распечатать. То есть мы начали сталкиваться с этой проблемой. Борются с этим с помощью Центрального банка, который регулирует деятельность страховых компаний. Пока не очень получается все электронные сервисы, призванные облегчить процесс получения заветного полиса, если и работают, то с большими задержками. В итоге, чтобы без проблем сделать страховку, приходится по старинке идти в офис продаж или страховой магазин. Последние выступают как посредник между клиентами и крупными компаниями. Причем выдают они традиционные, не электронные полисы. Прежде чем воспользоваться услугами страхового магазина, следует проверить легальность организации. Есть документальное подтверждение полномочий любого агента, страхового брокера, страхового магазина. Это заключенные договора страховой компании. Мы работаем только на типографских документах, которые сами по себе уже удостоверяют легальность данной оказанной услуги. Удобнее всего, пожалуй, оформить полис ОСАГО через официальный сайт страховой компании. Однако пока система несовершенна, а страховщики не торопятся лично бороться с сайтами-дублерами, безопаснее всего оформлять документы на транспортное средство лично в офисе через консультанта. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.